Дом на улице Тухачевского начали строить в начале 2000-х. В 2006-м стройку заморозили, во многом из-за проблем с подключением коммуникаций. Почти 300 дольщиков оказались заложниками ситуации. За строительство взялась другая организация. В этом году дом сдают в эксплуатацию, как и еще пять объектов. За несколько лет количество недостроев в Самаре сократилось в 4,5 раза, а дольщиков с 11 тысяч до 2 тысяч человек. Введено в эксплуатацию 21 здание. Количество обманутых дольщиков снижается и в целом по области. В регионе работает специальная межведомственная комиссия. Для людей, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, за счет бюджетных средств строятся дома в Октябрьском районе Самары. Сейчас в реестре дольщиков области числится почти 4 тысячи человек. Остается 42 проблемных объекта. На 30 из них привлечены новые застройщики. Для оставшихся ищут инвесторов. Всего на этот год запланировано ввести в эксплуатацию 8 домов. Долгожданные квартиры получат тысячи дольщиков. Чтобы вопрос с оставшимися долевками решался быстрее, представители инициативной группы дольщиков предложили внести поправки в законодательство. Когда мы, дольщики, на своем уровне, изучив этот закон, мы посмотрели, что как можно предоставить такие, значит, во-первых, предоставить участки в собственность без всяких обязательств. Чему мы сегодня удивляемся с вами. Мы написали в 54-м установлении, какие сроки мы устанавливаем в этих застройщиках. Мы написали, как он должен удовлетворить. Мы подали списки ему тех людей, которых он должен удовлетворить. Я думаю, здесь Александр Ильич, что мы сразу сейчас прям как бы протокольно записать и отразить в наших рекомендациях о необходимости срочно пересмотрения нормативно-правовой базы и внести соответствующие изменения именно с учетом предложения наших дольщиков. Поправки предстоит внести и в федеральный закон об участии в долевом строительстве. Предложено создать государственный компенсационный фонд, который будет покрывать риски людей в случае невыполнения застройщикам своих обязательств. Но депутаты нашли ряд недоработок. Теперь перед ними стоит задача тщательно проработать законопроект. Лариса Шлафаст, Константин Головин, Артем Сулайманов. События.